Хирурга Юрия не так давно назначили главврачом в клинике. С приходом этого спокойного и уверенного человека, к тому же хорошего врача, в клинике наладился внутренний порядок. Не стало выпивших сотрудников на рабочем месте, никаких романтических отношений между медсестрами и докторами. Но при всех своих замечательных качествах Юрий не мог наладить собственную семейную жизнь. Его жена красавица Елена когда-то хвасталась своим перспективным супругом перед всеми подружками. А сейчас они были в разводе, ведь Елена ушла от мужа к миллионеру, владевшему сетью торговых центров. Она обожала тратить деньги, и новый супруг вполне мог обеспечить все ее прихоти. Он возил ее и пачерицу дочь Юрия на заграничные курорты и осыпал балованную красавицу подарками. Елена именно о такой жизни мечтала. Юрий так и остался одиноким холостяком, единственным верным другом которого был черный лабрадор Гамлет. Только он преданно дожидался любимого хозяина у двери, только он провожал его на работу тоскливым взглядом. Юрию завидовали, ведь он был успешным врачом. В один из дней в клинику привезли молодую женщину с тяжелыми травмами. Ее звали Валерия. Пациента была в тяжелом состоянии, а когда пришла в себя оказалось, что у нее проблемы с речью. Женщина не произносила слов, только звуки. Видимо таковы были последствия тяжелых травм. Она с трудом шевелила рукой, но Юрий пообещал ей, что поможет ей восстановиться. Девушка смотрела на него печальными глазами, но ничего не могла сказать. Единственным, кто навещал ее, был молодой красавец Константин. Он был младше девушки, и никто не мог подумать, что это ее супруг. Он так трогательно заботился о ней, такие пышные букеты носил, что все только завидовали женщине. Константин усаживался на край кровати, гладил супругу по волосам, сочувственно спрашивал, как у нее дела. Картина была идиллическая. Вот только Юрию почему-то казалось, что молодая женщина при виде этого человека сжимается в кровать от ужаса. Да и взгляд у Валерии становится затравленным. Юрий спрашивал у медсестер, не замечали ли они чего-то, но никто не находил никаких странностей у этой супружеской пары. Спустя неделю у Юрия в кабинете появилась медсестра. Она чувствовала себя уверенной и спокойной, вела себя совсем не так, как обычно выглядели новенькие. Рекомендации у Алены были прекрасные, так что никаких вопросов при приеме на работу у Юрия не возникло. Медсестер всегда не хватало, а тут опытная и уверенная женщина. Прошла неделя. Алена успевала повсюду, выполняла свою работу, пациенты были ею довольны. Вот только с коллективом она не сближалась. А еще Юрий заметил, что эта новенькая неожиданно подружилась с молчавшей Валерией. Ухаживала за ней, поправляла подушки. Как-то раз Юрий заметил, что Алена вышла, а на глазах у Валерии блеснули слезы. Он дождался, пока в палате никого не будет, а потом подсел к пациентке и попытался выяснить, что происходит. Он хотел убедить ее, что он не враг, желает только помочь. Попросил дважды моргнуть в ответ, если она хочет сказать «да», но женщина замотала головой и зажмурилась, отказываясь объясняться. Что ж, значит надо было подыскивать другие средства. Юрий не привык сдаваться, тем более, он прекрасно видел, что Алена заходит к Валерии по нескольку раз в день, а пациентка тревожится этими визитами. В обед Юрий съездил в магазин спецтехники и купил скрытую видеокамеру. Дождавшись вечера, когда Алена отправится домой, а Валерия спокойно уснет, он установил камеру в ее палате. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.